Тему административного регламента и отработки заявок подняла заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. ЖКХ и детская городская больница. Поставка лечебного питания для детей, поставка автомобильного топлива, поставка лекарственных средств, бумаги и декоративное освещение и установленное образование. Это уже ГКХ одна заявка, но это тоже заявки нет. У меня не было недели. Вчера я вас вызвала, что-то мы подогнали, а самостоятельно никак. Значит, не до конца дня докладную, я буду уставить руководителя нашего в известность, что я настаиваю на тем, чтобы мы распрощались с рядом специалистов вашего управления, которые отвечают за эту работу. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова подвела итоги дня здоровья в Субсехском сельском округе. Оказано более полутора тысячи услуг. Следующий день здоровья пройдет в Гайкадзорском сельском округе. В Анапе прошла иммунизация населения. План по вакцинации выполнен. Группы риска, медработники, педагоги, студенты, водители общественного транспорта и призывники получили сыворотку. Привито почти 30 тысяч детей. В городе и сельских населенных пунктах работали 54 бригады медработников. На планерке говорили об украшении города в преддверии Нового года. Все предприятия торговли, санаторно-курортные отрасли и городские учреждения должны украсить фасады и входы в здания. И подходить к этому вопросу заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко распорядилась не формально, а с настроением, чтобы создать праздничное настроение анапчанам и гостям курорта. Есть такая задача, чтобы поадресно обойти все предприятия, обойти здравницы, обойти торговые объекты, переговорить с руководителем предприятий и проконтролировать украшения нашего города. Кроме того, в курортной Анапе будут дежурить пять мобильных групп, созданных для контроля за торговлей по адресной проверке целевого использования земли. Власти Анапы намерены заняться восстановлением пляжа, а также в ближайшее время ликвидировать все возможности распространения синтетического препарата «Спайс». Управлению торговли на этой неделе необходимо продолжить ежедневный мониторинг предприятий розничной торговли, которые торгуют оборудованной продукцией без наличия лицензии. Также продолжить выявлять несанкционированную торговлю в нашем городе и по пресечению продолжить работу распространения опасных психоактивных веществ. Более ответственно и инициативно отнестись к работе и обязанностям распорядился заместитель главы города Владимир Забураев, отметив, что на месте аварии на пересечении улиц Тургенева и Ленина последствия до сих пор не устранили, хотя прошла почти неделя. О спортивных достижениях анапчан доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Футбольный клуб «Анапа» в первый год своего существования на чемпионате Краснодарского края вошел в тройку лидеров с бронзовой наградой. Продолжение следует...